Одно из самых популярных мест для купания район Левого берега, здесь под Селенгинским мостом. Правда, это место не санкционировано и купаться здесь, по словам спасателей, крайне опасно. Не только из-за течения, но и из-за строительного мусора, различной арматуры, которая осталась здесь после строительства моста. Но, как мы видим, самих отдыхающих это ничуть не пугает. Как правило, охладиться горожан гонит жаркая погода и градус покрепче. Переоценив свои силы, отдыхающие пытаются переплыть реку. Но в тех местах, где, на первый взгляд, ширина водоема небольшая, могут быть ямы и воронки. Находимся мы сейчас на протоке Степной. Это наиболее опасное место для купающихся. По статистике, трех лет здесь погибло 18 человек. Это две категории людей. Это состояние алкогольного опьянения и дети без присмотра. Но детей именно до 14-летнего возраста передано, 14 человек уже передано сотрудникам ПДН. По всей видимости, это лишь начало. Пока взрослых нет дома, дети все равно стремятся к воде. В воду нырять не боятся и ссылаются на присмотр старших, хотя и те еще подростки. Взрослые-то где? А вот они на этом берегу. То есть вы здесь одни, да? Пока одни, да. Но они недолго. Сколько лет? Девять. И ваше? Тринадцать. Такие маленькие. Одни не боитесь здесь? Нет. С начала мая на воде уже погиб 25-летний молодой человек. Лондонские спасатели совместно с инспекторами ГИМС регулярно организовывают профилактические рейды. На этом их полномочия заканчиваются. Штрафовать пьяных купальщиков – задача других должностных лиц. Выписывается предписание главы муниципальных образований о реагировании на эти нарушения. После чего, значит, соответственно, идет уже со стороны администрации муниципальных образований, значит, реагирование на предписания, и которые, то есть уполномоченные лица занимаются административной практикой. В этом году планировалось открытие пляжа за старым стадионом «Спартак». Но на сегодняшний день вопрос о разрешенных местах для купания остается открытым. Единственный пляж на острове Комсомольске до сих пор не запустили из-за плохих анализов воды. И пока Роспотребнадзор не даст заключения, купаться в черте города будет по-прежнему негде. Юлия Пермякова, Сергей Костенко. Новости дня.